Мы не знаем наверняка, летал ли на вертолёте профессор Толкин, но герои его книг уже познакомились с современной цивилизацией. Название перелёта «Where and back again» — это отсылка к одноимённой книге, с которой русские читатели знакомы под именем «Хоббит» или «Туда и обратно». Таким же образом можно охарактеризовать маршрут перелёта. Сначала до Новой Зеландии, а потом домой. А поиски кольца и прочие достижения — пожелание. Мы не преследуем никаких целей, нет у нас никакой миссии, и мы не хотим никого удивить или поразить весь мир тем, что мы что-то совершили. Мы решили, что мы хотим слетать в Новой Зеландии для своего удовольствия. Нам нравится путешествовать по воздуху. Естественно, пилоты сделали акцент на важности применения трекеров. Тем, кто использует воздушное пространство без трекера, стоит принять во внимание, что как минимум два пилота, регулярно вылетающие на добровольные поиски, убывают на пару месяцев. А кто имеет прибор, но забывает включать его перед полётом, обратите внимание, крайние модели умеют это делать автоматически при подаче внешнего питания. Пользуясь случаем, мы хотим сказать, что все, кто так или иначе связан с авиацией, обязательно не пользуемся для того, чтобы все, кто был в ней дезорогичный, могли вас всегда навести в лиске, пока необходимо садить. Наши вертолётчики так часто стали летать, что у некоторых могло сложиться впечатление, что это просто, но нет ничего обманчивой этой простоты. Как раз дракон на логотипе перелёта символизирует сложности, которые предстоит преодолеть путешественникам. Новозеландский перелёт длиннее в полтора раза, чем прошлогодняя кругосветка, а также имеются длинные участки над водой, поэтому были установлены надувные покладки. По опыту прошлого перелёта вокруг Земли мы облетели за 43 дня, устали сильно. Я приводил тебя в порядок месяца два. В презентации перелёта, а на следующий день его старт, происходили быстро-хелепорт. В 7 утра провожающих собралось немного. Участники кругосветки пришли сказать напутственное слово улетающим товарищам. Дмитрий Ракицкий привыл не с пустыми руками. Он принёс верёвочную лестницу для вертолёта и рассказал, какие пользоваться. Пока мы готовили выпуск, экипажи успели отмахать приличное расстояние, исправно публикуя фотографии с маршрута. Следить за перелётом в реальном времени можно на странице в Фейсбуке, а также на карте спутникового трейдера.